Доброе утро. У нас сегодня вебинар, посвященный теме свойствам воды, посвящен теме коррозии, абразивному износу и какие решения, какие материалы можем предложить для таких специальных применений. В основном это будет, конечно, базироваться на опыте применения погружных насосов, потому что они наиболее часто сталкиваются с такими специальными применениями. Давайте перейдем уже детально к теме вебинара. Основные проблемы, которые могут быть с материалами данных насосов, привести к выходу их из строя, к ремонту или полной замене. Делятся они на три основные темы. Это проблема коррозии, либо может быть абразивный износ и самый худший вариант, когда возникает и коррозия, и абразивный износ. Те, кто работают с насосной техникой, непосредственно физически, с этими проблемами сталкивались, прекрасно видят их проблемы, последствия данных проблем. И сейчас мы поговорим о том, что вызывает данные неисправности у насосов и какие пути решения, чтобы в дальнейшем избежать и обеспечить долгий срок службы насосного оборудования. Основные проблемные зоны эксплуатации, это могут быть эксплуатации, допустим, в морской воде, допустим, насосы должны быть коррозионостойкими, допустим, если они применяются у нас, допустим, для систем берпожаротушения, установлен непосредственно в море, соответственно, это требует от насоса специальных материалов. Или, допустим, насосы могут применяться для откачивания, допустим, промышленных стоков с высоким содержанием солей и в том числе абразивных частиц, и, соответственно, они должны быть не только коррозионостойкими, но еще и абразивостойкими. Виды коррозии, какие, в принципе, известны на данный момент, они делятся, так сказать, на несколько типов, о них к каждому мы сейчас более подробно поговорим. Это может быть сплошная коррозия, локальная коррозия, мешкоистолическая коррозия, может быть коррозионное растрескивание, коррозионная усталость, электрохимическая коррозия. Вот сплошная коррозия, ну, так сказать, наиболее часто встречается, допустим, у чугунных элементов конструкции, допустим, если они работают в соленой воде с высоким свойстводержанием, она может быть двух типов, может быть равномерная и неравномерная. То есть равномерная, когда по всей поверхности образуется равномерный, ну, там плюс-минус равномерный слой вот этого покрытия, так сказать, постепенно по всей поверхности металла идет, так сказать, с одинаковой скоростью проликновения коррозии вглубь металла. Вот, и неравномерная, она имеет разную толщину условия от этих продуктов коррозии. Вот, но в любом случае, если, допустим, провести поверхностную очистку, то, соответственно, мы получим, так сказать, чистый металл, соответственно, уменьшенной толщины, ну, так сказать, без видимых язв, вот там точек коррозии и трещин. Локальная коррозия отличается тем, что она образуется в каких-то отдельных местах на поверхности металла, и в зависимости от соотношения вот этого диаметра коррозионного пятна к глубине проникновения, соответственно, делится на тоже несколько классов. Может быть, допустим, пятнами, когда диаметр больше, чем глубина проникновения, допустим, язвами, когда примерно одинаковое соотношение диаметра и, так сказать, глубины проникновения, либо точечная, так называемая, питинговая коррозия, то есть это снаружи-то небольшое пятно, но зато продукты коррозии проникли, так сказать, уже глубоко внутрь металла. Вот, и с питинговой коррозией может, соответственно, в дальнейшем развиваться, так называемая, подповерхностная коррозия, то есть когда снаружи вроде как все нормально практически, но внутри, под внешним, так сказать, слоем металла развивается вглубь вот этот вот коррозионный, так сказать, кавернов. Вот, локальная коррозия, она в основном характерна для углеродистой, низколлегированной стали, когда вот эти элементы конструкции эксплуатируются в жидкой среде, допустим, находятся в грунте. Вот, и вот эта вот язвенная коррозия, когда у нас проникновение вглубь металла, в дальнейшем может быть, заявляться, являться образованием усталостных трещин и, соответственно, разрушение, механическое разрушение элемента конструкции, то есть проникает вглубь металла, соответственно, если элемент находится статической или динамической нагрузкой, то, соответственно, это и приводит в дальнейшем, может привести к механическому разрушению. Вот, есть также, так называемая, межкоистолическая коррозия, она может быть либо чисто межкоистолическая, то есть когда разрушение проходит по границам зерен, либо может быть так называемая транспристолическая, то есть когда разрушаются сами зерна металла. Она характеризуется распределением трещин на больших участках поверхности конструкции. Если элемент металлический находится постоянно под действием статического напряжения и находится под воздействием агрессивной среды, например, в морской воде или на воздухе в морской зоне, то в любом случае, возможно, если он выполнен из некачественного материала, то, соответственно, образуются трещины на металле, которые затем распространяются между кристаллами или по зернам. Это также может вызвать повреждение металлической конструкции. Или так называемую коррозионную усталость, если когда, допустим, элемент металла находится в агрессивной жидкости и находится под действием циклических напряжений. То есть, когда, соответственно, периодическое, допустим, сгибание элемента конструкции и, опять-таки, некачественный материал, то, соответственно, также может привести к называемой коррозионной усталости и дальнейшему разрушению металла. Важно, на стадии подбора любого оборудования, понимать, в какой жидкости он будет эксплуатироваться. Для этого, соответственно, нам необходимо иметь химический состав воды. Допустим, если, например, насос, мы знаем, что будет применяться, допустим, в скважине, в обычной, с питьевой водой или, допустим, на насос отвода стоков будет применяться на хоз бытовых стоков, то, соответственно, тут как бы это определяет то, что насос будет работать, выполнен на стандартных материалах и будет работать вне агрессивной жидкости. Но если, допустим, речь идет, например, о применении насоса, допустим, для отвода промышленных стоков, то мы, соответственно, всегда запросим состав этих стоков, чтобы понимать, так сказать, каких материалов нам необходимо выполнить конструкцию насоса. То есть те элементы, которые будут контактировать с жидкостью, соответственно, они должны быть выполнены из соответствующих материалов. Основными, допустим, на что мы обращаем в составе воды, это, можно сказать, один из признаков, это удельная электропроводность. Соответственно, это показывает солесодержание. Чем она больше, тем, соответственно, больше солей, тем вода будет более агрессивна таким материалом, как чугун или низколидированная стали. Значение pH – это не, так сказать, та же показатель коррозионной активности, но на дальнейших слайдах я покажу, что он не единственный показатель, который, так сказать, будет показывать на опасную среду. Вот большое значение для подбора, имеет содержание хлоридов по, так сказать, рекомендации производителей стали. Если содержание хлоридов больше 150 мг на литр, то есть риск образования коррозии чугуна, низколидированной стали и углеродистой стали. По сульфатам содержание чуть выше 200 мг на литр, соответственно, чем выше цифра, тем, соответственно, более высокая скорость коррозии у металла будет происходить. Вот, и так же, допустим, если в воде есть растворенный газ, допустим, например, сероводород, например, аммиак, то, соответственно, так же это может привести, так сказать, к проблемам с металлом. Ну, соответственно, это в меньшей степени, чем, допустим, это будет проводить при высоком содержании хлоридов. Вот, значение pH, как мы знаем, там все из уроков химии в школе, имеет шкалу от единицы до 14, нейтральное значение равно 7. Вот, и то, что ниже 7, это у нас получается кислотная жидкость, то, что выше 7, это у нас щелочная среда. И здесь условно поделились также на два класса, допустим, от 1 до 4, это сильно кислотная жидкость, от 4 до 7, это слабо кислотная, от 7 до 11, это у нас слабо щелочная, и от 11 до 14, сильно щелочная вода. Вот, ну, так сказать, на данном слайде я привел значение pH различных жидкостей, допустим, к примеру, допустим, там пищевый луктус имеет pH 2,4, кока-колы 3. Обратите внимание на значение pH морской воды 8, то есть с точки зрения, допустим, показателя pH, то есть получается у нас вода, так сказать, слабо щелочная. Но все прекрасно знаем, что применение в морской воде, это, соответственно, требует применения специальных металлов, это возголигированная нержавеющая сталь, которая способна, так сказать, исключить коррозию оборудования. Поэтому значение pH, это не единственный показатель, так сказать, по которому можно судить о химической агрессивности жидкости. Вот, по содержанию солей вода делится на следующие градации, это слабо минерализованная, от 1000 до 2000 мг на литр, малая минерализация до 5000 мг на литр, средняя минерализация до 15000 и так далее. Есть также крепкорассольные воды, когда больше 150 тысяч мг на литр содержания солей. Вот, и морская вода, если это привело к содержанию солей в зависимости от типа моря, чем, так сказать, дальше у нас от экватора, допустим, в северных широтах, тем, соответственно, содержание солей в воде меньше. Допустим, если сравнить, допустим, содержание солей в Балтийском море 8000 мг на литр и в том же самом Средиземном море 41000 мг на литр, то разница получается, так сказать, больше, чем в пять раз. Вот, и, соответственно, это также может сказаться на, так сказать, в выборе материалов. У нас есть ряд скважинных насосов, которые выполняются в том числе из материалов дуплекс, и, так вот, опыт наших немецких коллег показал, что, допустим, при эксплуатации насосов в Балтийском море достаточно применения обычной 316 стали 1,4408. Вот, но, если, допустим, насос будет применяться в более южных, так сказать, широтах, то там тоже сам насос должен быть выполнен из материала дуплекс. Это к тому, что условия применения, они, соответственно, в одной и той же морской воде, соответственно, могут быть разными применениями материалами. Соответственно, чем больше солей, тем, соответственно, требует более стойкого материала, соответственно, конструкция насоса получается более дорогая. Вот, по данным Ассоциации производителей нержавеющих стали, следующая рекомендация есть. Есть 304-я сталь, она подходит для хлоридов с уровнем до 200 миллиграмм на литр. 316-я сталь для хлоридов до 1000 миллиграмм на литр. Но 316-я сталь, я покажу, что она тоже имеет различные виды, и одни более стойкие к содержанию хлоридов, другие, так сказать, менее стойкие. И, опять-таки, большое значение имеет, так сказать, температура, в которой эксплуатируется у нас насос. Вот, и, соответственно, для морской воды вообще не допускается применение 304-я сталь, применение 316-я, ну, в зависимости от типа. Вот, в этом случае рекомендую, допустим, для морской воды, это либо бронза, либо дуплексная нержавеющая сталь. И желательно, чтобы колеса были, вообще вся конструкция насоса была из литых элементов, а не, так сказать, штампованно-сварных. Потому что эти места сварки, они, соответственно, при сварке выжигают слигирующие элементы, и, соответственно, это потенциально в этом месте может возникнуть коррозия. Вот, и есть такие диаграммы, их можно найти, так сказать, в разных источниках. Это зависимость, допустим, стойкости различных металлов от значения ПАШ и слижания хлоридов. Как видим, допустим, для 304-й стали, чем выше значение ПАШ, тем, соответственно, более высоко допускается слижание хлоридов. Допустим, для 304-й стали также, то есть она допускает более низкое значение ПАШ, но, соответственно, требует меньше слижания хлоридов. Вот, и, так сказать, ввели со временем такой единственный, пока на данный момент, показатель – это ПРЕ, это эквивалент сопротивления питинговой коррозии. Он зависит от, так сказать, состава металла, вот, чем выше это значение ПРЕН получается, тем, соответственно, меньше опасен в питинговой коррозии. Ну, опять-таки, здесь, как видите на диаграмме, многое зависит от температуры. Чем выше температура, тем, соответственно, при том же самом слижании хлоридов требуется более, так сказать, стойкий металл. Вот, по каждой стали можно найти, так сказать, в зависимости от ее маркировки, так сказать, состав, из которого выполнен данный металл, и также найти вот это значение ПРЕ, соответственно, определить, так сказать, выбрать более стойкий металл для данного применения. Например, допустим, для того, чтобы избежать щелевую коррозию, соответственно, для 34-й стали слижание хлоридов должно быть ниже 200 миллиграммов на литр, для 3-16-й стали L – это ниже 1000 миллиграмм на литр, и, соответственно, для дуплексной стали, как видите, цифры значительно больше, там 3500 и 20 тысяч. Вот, основные группы нержавеющей стали, которые применяются, так сказать, в конструкции насосов, но в основном, как правило, применяются, так называемые, астонитные стали, не обозначаются буквой А, допустим, знаете, А2, А4 в обозначении, содержат примерно до 20% хрома и от 5 до 15% никеля. Такой состав, он хорошо обеспечивает сопротивление коррозии. Также есть мартенситные стали, они более твердые, чем астонитные стали, и также могут быть магнитными. Вот, и также есть ферритные стали, они более мягкие, чем мартенситные, за счет малов слижания углерода. Вот, и назначаются буквы F, мартенситные буквы C. Ну, в основном, как правило, то, что у нас находится в контакте с перекачиваемой жидкостью, имеет это астонитные стали, и, соответственно, они имеют следующую маркировку. Могут означаться А2, это по ДН, либо по ЕН, допустим, сталь А2, это 1,4301, может быть, или 1,4306, и по стандартам АЭСи, это, соответственно, 304, либо 304L. То есть в разных, так сказать, источниках они обозначаются по-разному, но, по сути, это как бы одна сталь с примерно одинаковым составом по элементам. Вот, и, соответственно, в зависимости от типа стали, соответственно, разные имеют свойства, вот, и находят разные, так сказать, применения. Вот, сталь А4, она также может быть различной, может быть, допустим, 1,4401, 1,4404, и, соответственно, обозначается, допустим, 316, либо 316L, например. Вот, они, соответственно, также отличаются своим составом, но обладают примерно одинаковыми, так сказать, свойствами по мехообработке, по стойкости коррозии, по сваримости и так далее. Вот, есть также сталь А5, А3, вот, соответственно, тоже имеют разные обозначения. Допустим, 316 сталь, как видите, допустим, если обозначают букву L, это относится к категории А4, если титан, то, соответственно, тоже сталь А5. Вот, и примерно, так сказать, 100 лет назад была создана, так сказать, первая нажалищая сталь, которую стали назвать дептуплекс. Вот, основной, так сказать, рост производства, ну, буквально последние 30-40 лет, это за счет того, что усовершенствовались процессы, так сказать, технологии производства стали. Вот, важным при производстве является регулирование содержания азота в стали, то есть технологии, так сказать, выросли на новый уровень, и, соответственно, производство дуплексной стали, соответственно, тоже выросло. Вот, дуплексная сталь, она, так сказать, сочетает лучшие свойства, как аустенитных стали, так и филитных стали. Вот, основные преимущества, это, во-первых, высокая прочность, это позволяет уменьшать сечение элементов, соответственно, массу насоса, в итоге хорошая свариваемость, хорошая ударная вязкость, это, ну, соответственно, определяет то, что хорошая стойкость, например, к абразивному износу, и хорошая стойкость сопротивления к коррозионному растрескиванию. Дупленной стали, это же очень большое количество, то есть есть, так даже, так сказать, малолигированная, стандартная и супер дуплекс. Соответственно, так сказать, разное содержание у нас элементов в конструкции. Вот, так как они относятся, так же, дуплексной стали к общей категории нержавеющей стали, то, соответственно, их приводят, так сказать, в единые таблицы с индексом ПРН. Вот, и так же мы можем, так сказать, с нашим оборудованием столкнуться с так называемой электрохимической коррозией. Это когда у нас, так сказать, например, в соленой воде находятся два материала с разным, так сказать, потенциалом, и, соответственно, это может привести, так сказать, к проблемам электрохимической коррозии. Вот, для того, чтобы это избежать, допустим, на насос мы можем установить так называемый магниевый анод, вот, который, соответственно, будет, в первую очередь, так сказать, разрушаться, и расходный материал, соответственно, со временем необходимого, так сказать, контролируя состояние и, так сказать, при необходимости заменить. Так это то, что у нас касалось проблем коррозии. К материалам мы перейдем, так сказать, к которым мы применяем в насосах чуть позже, пока, в принципе, мы рассматриваем основные, так сказать, проблемы. Другая проблема, с которой сталкиваются насосы, ну, в основном, как правило, это насосы водоотведения, это проблема износа. Что такое износ? Это изменение размеров, формы, массы твердых тел, под воздействием нагрузок, в частности, допустим, при разрушении поверхностных слоев, при трении. И износа стойкости, так называемая износоустойчивость, это сопротивление материалов трущихся частей износу. Вот, абразивный износ, он возникает в условиях трения, когда более твердые шероховатые поверхности скользят по более мягким, соответственно, царапают, образуют, так сказать, вынос материала, и, соответственно, толщина стенки металла постепенно, так сказать, уменьшается. Вот, проблема абразивного износа в основном касается, у нас рабочих колес, либо корпуса самого насоса. Где мы, допустим, по насосам отвода стоков можем столкнуться, в первую очередь, с износом. Это применение насосов в ночных сооружениях, в песколовках. То есть, когда насос у нас откачивает смесь воды с песком, соответственно, песок у нас абразивный элемент. И здесь, так сказать, многое зависит, в том числе, так сказать, степень износа зависит от таких факторов, ну, во-первых, как длительность работы, соответственно, насоса, во-вторых, от частоты вращения насоса, от, многое зависит также от размера песчинок, чем они более угловатые, тем, соответственно, износ происходит быстрее. Чем более круглой формы, тем, соответственно, износ происходит медленнее. Или, допустим, насос может применяться на оборотной воде металлургических заводов, допустим, на систему охлаждения, соответственно, перекачивает воду с окалиной. Окалин также является абразивными частицами, соответственно, также необходимо обеспечить абразивную стойкость металла. Также многое зависит от того, где у нас находится рабочая точка на характеристике. Если у нас насос имеет точку в правой части характеристики насоса, то и быстрее изнашивается рабочее колесо, если в левое, то корпус. Это также необходимо учитывать при выборе материалов конструкции насоса. Вот, и, как я говорил, многое зависит от частоты вращения. Соответственно, частота вращения рабочего колеса, она определяет скорость движения жидкости в гидравлической части. Соответственно, чем скорость больше, тем, соответственно, быстрее происходит износ. И определить, так сказать, соотношение, ну, степень износа, допустим, если сравнивать двухполюсный тридвижный и четырехполюсный, соответственно, 2900 оборотов в минуту номинальная частота и 1450, то, так сказать, это отношение частоты в квадрате. То есть, соответственно, делим частоту вращения, получаем цифру 2, возводим в квадрат, и, соответственно, двухполюсный агрегат, он износит гидравлическая часть при одинаковых материалах в четыре раза быстрее, чем у четырехполюсного. Соответственно, и сравнивать четырехполюсный с шестиполюсный, то скорость будет отличаться износа в два с половиной раза. Поэтому предпочтительнее для абразивных жидкостей всегда выбирать насос с меньшей частотой вращения. Естественно, получается, техника более дорогая, но, соответственно, меньше придется, так сказать, иметь проблем с абразивным износом. Вот. Для этих целей имеется специальный материал, это, так сказать, который защищает тот абразивным износом, это материал абразит. Это отбеленный чугун с сожжением хрома до 23%. Если сравнивать, допустим, из потери массы чугунных элементов и материала абразит, то соотношение будет следующим образом, как вы видите на данной диаграмме. То есть примерно в шесть раз медленнее, даже в семь раз медленнее данный материал будет изнашиваться. Вот. И, соответственно, для того, чтобы учесть, так сказать, проблемы, которые могут возникнуть с материалами насосов, соответственно, необходимо выбрать, учесть, ну, как имею в виду, учесть свойства среды при выборе, так сказать, элементов конструкции насоса. Как правило, для специальной жидкости применяется у нас специальная конструкция насосов, которые выбираются из, так сказать, трех элементов. Это гидролическая часть, электродвигатель и, соответственно, опции, которые обеспечивают, так сказать, и защиту электродвигателя, и, соответственно, специальный материал и покрытие. То есть насос выбирается, так сказать, как конструктор LEGO в зависимости от условий эксплуатации. Вот. Соответственно, мы учитываем тип концентрации частиц для правильного выбора типа рабочего колеса, учитываем выбор типа гидролической части в зависимости от свойств перекачиваемой жидкости. К примеру, допустим, если мы знаем, что насос будет работать с водой на песколовке или, допустим, на стоках с большим стержанием твердых включений, то, соответственно, желательно выбирать на тип рабочего колеса к свободной ухревой. По-другому называется вортекс. Вот. Также учитывается температура перекачиваемой жидкости, потому что при одном и том же составе воды, чем выше температура, тем скорость коррозии у нас увеличивается. Соответственно, это необходимо учитывать при выборе защитных покрытий. Вот. И, соответственно, правильный выбор материалов, покрытие, соответственно, обеспечивает долгий срок службы, максимально возможный долгий срок службы в данных условиях. Потому что бывают такие случаи, когда насос в любом случае будет эксплуатироваться год или полтора года, как заказчик считает, это уже будет хорошо. То есть есть разные условия эксплуатации, достаточно жесткие. Допустим, насос, который применяется для подземного выщелачивания, например, там работаются они с очень агрессивной жидкостью. И там, как правило, год службы насоса в скважине является, так сказать, оптимальным. И, как правило, на большее срок службы никто и не рассчитывает. То есть насос просто потом заменяется на новый. Вот. У нас есть разные типы применения опросные листы. Соответственно, мы всегда просим заполнять их, чтобы правильно выбрать материалы, правильно подобрать тип гидролической части. Соответственно, чем более подробно заполнен опросный лист, тем, соответственно, нам будет проще, так сказать, опылиться с конструкцией насоса. В зависимости от, так сказать, срежания, опять-таки, сухого вещества, выбираются различные типы рабочих колес. Допустим, насосы с свободными кривыми колесами, одноканальными или колесами соли допускают до 8 срежания сухого остатка. Многоканальные колеса максимум до 6%. И, соответственно, также необходимо учитывать размер частицы, для того, чтобы выбрать правильно свободный проход насоса. Он должен быть строго больше размера частицы, которая у нас будет находиться в воде. Ну и, соответственно, состав жидкости очень важен для выбора, так сказать, покрытия и, соответственно, самих материалов. Для насосов отвода стоков у нас есть ряд гидравлических частей, которые выполняются из материала бразит. Выполняется рабочее колесо и корпус насоса. И также фланг из насоса, который также находится в контакте с перекачиванием жидкости, также делается из материала бразит. Для защиты от коррозии могут быть различные варианты. Это либо сталь 316-1-45-81, либо рабочее колесо и корпус насоса материала дуплекс. Но, опять-таки, тоже не все у нас гидравлические части могут выполнить данных материалов. И в этом случае, так сказать, есть другое решение, о котором расскажу чуть дальше. По электродвигателям также важно, допустим, все элементы, которые находятся в контакте с перекачиванием жидкости, также должны быть выполнены из коррозионостойких материалов. То есть это фланг из насоса, конец вала, на котором крепится рабочее колесо, и корпус кассетного уплотнения. То есть все эти элементы также должны быть коррозионостойкими. Если оптимальный насос, который подходит под данную рабочую точку, не имеет возможности выполнить из материалов, допустим, аразивостойких или коррозионостойких, то есть специальные защитные покрытия, которые наносятся на элементы гидравлической части или, допустим, на внешние поверхности электродвигателя, в зависимости от того, что нам требуется. Все эти покрытия у нас имеют обузное обозначение ЦРАМ. Это в базе жидкости керамика, это керамическое покрытие, и они делятся на пять типов покрытий – Ц0, Ц1, Ц2, Ц3 и ЦТ. И для сложных типов жидкости применяются на комбинации, допустим, Ц3 плюс Ц1. Покрытие Ц0 применяется только для защиты от коррозии. Если, например, насос от водостоков перекачивает, допустим, например, морскую воду, допустим, отвод воды, допустим, к примеру, там, каком-то дельфинария, там, большого аквариума, там отсутствуют у нас абразивные частицы, но зато, так как вода у нас морская, там, соленая, то, соответственно, необходимо защитить насос от коррозии. В этом случае она наносится на всю поверхность насоса, как снаружи, так и внутри, и, соответственно, это обеспечивает коррозионную стойкость. Толщина слоя примерно 0,4 мм, и хорошая адгезионная способность – это на, так сказать, срыв покрытия от поверхности металла. То есть, достаточно прочно вложиться на поверхность металла, и, соответственно, хорошо и долго держится. В зависимости от свойств жидкости, соответственно, имеется разная, так сказать, устойчивость. Обратите внимание, опять-таки, в зависимости от концентрации, разная стойкость, допустим, концентрация в воде соляной кислоты, допустим, 10%, это условная, так сказать, стойкость. При концентрации уже до 20%, у нас получается, так сказать, плохая стойкость. То есть, не можем гарантировать длительную стойкость данного покрытия. Или вот, например, обратите внимание, допустим, сточная вода, сильная кислая по H1, при 20 градусах, опять-таки, условная стойкость, при 40 градусах уже плохая стойкость. То есть, опять-таки, я говорил, та же большая значение имеет температура, в которой у нас работает насос. Поэтому нам для выбора, так сказать, покрытия, необходимо знать максимум информации о том составе и тех условиях эксплуатации, которым, так сказать, будут на объекте. Вот, ЦРАМ-Ц0 наносится методом воздушного воспыления на, так сказать, всю поверхность, не содержит воздушных пузырей, соответственно, отсутствуют вот эти рисковые точки, через которые может быть проникновение коррозии, так сказать, металл. Другой тип покрытия ЦРАМ-Ц1 наносится только на элементы гидравлической части внутри. То есть, это покрывается рабочее колесо и покрывается внутренней частью литки. Более толстое покрытие от 0,8 до 1,5 мм обладает большей стойкостью к абразивному износу, чем покрытие ЦРАМ-Ц0. Соответственно, может применяться также и в абразивной жидкости. Но данное покрытие, оно в основном наносится, как правило, на небольшие гидравлические части, это может быть размером ДН-50, ДН-80 напорный патрубок. Там, где более сложное покрытие, комбинированное, соответственно, приведет к существенному изменению характеристики за счет того, что будет более толстый слой покрытия. Вот также по данному покрытию имеется специальная, так сказать, таблица. Естественно, все жидкости, которые, возможно, мы здесь не сможем привести. Это, так сказать, основание опыта наших немецких коллег, с чем они сталкивались и что они вылетают, реальности, так сказать, когда испытывали на реальных объектах. Соответственно, данные все знания, они указаны в данной таблице. Вот. И есть, так называемые, комбинированные покрытия, это, допустим, C2 и C1. Данное покрытие может применяться как к агрессивным, так и к абразивным жидкостям. То есть, оно хорошо стоит как абразивному износу и к разенному. Толщина слоя полтора миллиметра. Снаружи наносится на материал сначала C2, а сверху покрывается C1. То есть, покрытие C2, оно очень, так сказать, шершавое, и, соответственно, при работе насоса, соответственно, будут большие потери на трение. Гидролюбская часть, соответственно, существенно изменится характеристика. Поэтому снаружи покрытие C2 покрывают C1, для того, чтобы обеспечить более гладкую поверхность и уменьшить потери на трение. Та же данные покрытия имеют определенную таблицу по стойкости. И внутреннюю гидравлику та же может быть нанесено покрытие C31. Как правило, C2, C1 наносят у нас только на рабочие колеса, а покрытие C31 наносится только на внутреннюю часть улитки. Та же наносится на слой металла покрытие C3, и снаружи делается покрытие C1. Та же это гарантирует защиту от абразивного износа и от коррозии. Точнее на слое в этом случае 3 мм. Поэтому данные покрытия C2, C1 и C31 не наносят на небольшие гидравлики, ввиду того, что эта существенно повлияет на характеристику насоса. Та же имеется таблица по стойкости. Данные покрытия, о которых я рассказал, это необходимо иметь в виду, что это изнашиваемый элемент, и периодически требуется контроль данного покрытия. У нас есть хороший опыт эксплуатации насоса с данным покрытием, в том числе и на средах с большим содержанием песком или металлической окалины. И, соответственно, данное покрытие позволило применять насосы на объектах, где мы не смогли предложить насосы из материалов абразит или нержавеющей стали. Поэтому данное покрытие является хорошей альтернативой металлам и способным обеспечить насосу долгий срок эксплуатации. Что касается погружных насосов для стене водоснабжения, их у нас существует большое количество типов. Есть варианты так называемой штампованной сварной конструкции, либо литые элементы полностью из нержавеющей стали, либо применение бронзы. Для морской воды желательно, чтобы элементы конструкции были литые, а не штампованные. Для пресной воды это не принципиально. Как я говорил, недостаток штампованной сварной конструкции, то, что вот эти места, так сказать, пайки, где, допустим, крепятся лопатка колеса к основному корпусу, соответственно, в этих местах возможно потенциально, так сказать, возникновение коррозии. То есть не факт, что оно будет, но, допустим, если, к примеру, в морской воде будет находиться та же и песок, соответственно, будет трение песчинок в этих местах, соответственно, та же это может привести со временем к коррозии. Но здесь это только покажет реальный опыт эксплуатации, но все-таки есть рекомендация, чтобы для морской воды применялись, так сказать, литые элементы конструкции, а не, так сказать, штампованные сварные. Вот для скважных насосов есть три градации по материалам. Это исполнение А, так называемое исполнение для пресной воды. Как видите, это сталь 1,4301, там по-другому АЕС-304, либо А2, здесь есть вот типов классификации. И для химической агрессивной воды это сталь 1,4571, либо 1,4401. Это вот насос серии ТВИ. Это та же нержавеющая сталь, но, соответственно, более, так сказать, коррозионную стойку, так называемое исполнение С. Вот. Для всех остальных моделей скважных насосов, для пресной воды мы применяем корпус ступеней из чугуна, рабочее колесо из бронзы. Для химической агрессивной воды, можно сказать, для морской воды в данном случае, это полностью гидролюческая часть из материалов, из бронзы. Она может быть двух типов, либо бесцинковая бронза, либо нико-алюминиевая бронза. Вот. И все остальные элементы та же из высококачественной нержавеющей стали. 3,16 или 3,16L. Вот. И у нас та же есть специальный насос ZSK, который, так сказать, недавно, так сказать, у нас появился в номенклатуре. Вот. Ну, он постепенно заменяет уже существующие модели насосов. Он выполнен полностью из нержавеющей стали, то есть стандартное исполнение. Это сталь 1,4,4,0,8. И для более агрессивной жидкости это моль применения дуплексной стали. Вот. И как раз вот касаемо этого насоса, как вот показывал опыт наших немецких коллег, и сейчас уже показывает наш опыт, то, что для северных морей, допустим, Балтийское море, не обязательно применять в этом случае дуплексной стали. То есть опыт показывает, что сталь 1,4,4,0,8 вполне достаточно, и насос не испытывает никаких проблем с коррозией. Здесь все элементы конструкции, они выполнены из литонержавеющей стали. Это рабочее колесо и корпус ступени. Вот. И также, допустим, применение скважинных насосов, например, допустим, в болотистых регионах, где высокосторжение, допустим, металла, бактерий в воде, соответственно, может привести к таким вот негативным последствиям, когда насос, так сказать, постепенно будет зарастать в процессе эксплуатации и, соответственно, уменьшить всего КПД, соответственно, и гидравлика может, в принципе, вообще остановиться. В этом случае у нас недавно разработано было специальное покрытие, так называемое ЦРАМ-тефлон. Оно наносится только на элементы гидравлической части, то есть это покрывается рабочее колесо, покрывается корпус ступени внутри и снаружи. Вот. На сам электродвигатель данное покрытие не наносится, потому что, в принципе, достаточно гладкая поверхность. Вот. И покрытие, в принципе, оно будет, так сказать, ухудшать отвод тепла от электродвигателя. Поэтому наносится только на гидравлическую часть. Данные насосы с таким покрытием были достаточно успешно испытаны на нескольких объектах сначала в Великобритании. Там, так сказать, эта проблема, так сказать, довольно-таки часто встречается с скважинными насосами. Были проведены испытания трех типов насосов на одну тоже рабочую точку. Изначально примерно был одинаковый КПД, то есть первый насос это был с покрытием тефлон, это вот второе покрытие ЦРАМ-ЦТ, это специальное покрытие для скважинных насосов, который имел питьевой воде. И был также испытан просто обычный насос из нержавеющей стали. Насосы работали больше года, вот на 455-й день эксплуатации они работали, так сказать, каждый день. Показали, так сказать, они следующие параметры, то есть для значения КПД, то есть насос с покрытием с самым тефлон, вначале был в первый день КПД гидравлический 80-25%, на 455-й день 82%, то есть гидравлический КПД не изменился, насос у нас не засорился, и, соответственно, продолжал эффективно работать. Остальные варианты насосов, они показали ухудшение КПД примерно в два раза, и, соответственно, это, так сказать, ухудшило работу системы водоснабжения. Вот, поэтому, если у вас есть такая проблема в котлетском регионе, то есть большое стержание железа, металла, бактерий в воде, то такое решение, ну, может показать, так сказать, себя хорошо. Вот, естественно, это будет определенная надбавка к стоимости, но, тем не менее, это, так сказать, будут не те затраты, которые будут связаны, так сказать, с демонтажом насоса и скважины, с его очисткой, обратным монтажом, поэтому, соответственно, данное покрытие, оно себя оправдывает экономически, так сказать, и исключает, так сказать, простой насос и скважины. по материалу, так сказать, у меня вся информация, еще раз повторюсь, то, что мы, так сказать, при подборе материалов основываемся на свой опыт, на опыт наших, так сказать, иностранных коллег, то есть с ними советуемся, возможно, они сталкивались с каким-то решением для данной жидкости, какой-то конкретно сложной жидкости, но, тем не менее, мы, естественно, всегда учитываем, так сказать, требования клиентов по материалам, которые они, так сказать, требуют в конструкции насоса, потому что, допустим, опыт эксплуатации, допустим, какого-то конкретного, допустим, предприятия, он бесценен в данном случае, потому что они прекрасно знают, что, допустим, насос из такой-то стали, он нормально работает, а, допустим, и стали, допустим, Например, 3.16, он будет работать хуже, чем если потерял дуплекс. Поэтому в этом случае необходимо тесный контакт со службой эксплуатации, которая может подсказать в том числе и оптимальные материалы в конструкции насоса. Продолжение следует...